Приветствую всех любителей футбола на матче 14-го заключительного тура женской футбольной суперлиги в котором красноярский Енисей в манеже Лорин Енисей принимает Больдок Чертанова из Москвы вот так быстро в течение менее чем четырех месяцев завершается у нас сезон первый в истории сезон женской футбольной суперлиги выходят главные действующие лица на газон футбол арены Енисей опять же к сожалению из-за эпидемиологической обстановки ждем стартового свиска от арбитра сегодняшнего матча Ксении Горячевой вот он прозвучал шикарная бисеклета была исполнена сейчас Енисей в атаке опасный момент и как сейчас не забивает Енисей я честно говоря понять не могу удар во-первых Козлова здорово прострелила хороший розыгрыш штрафного оказался неожиданным для гостей Козлова простреливает там первый удар следует кажется от Мамедовой парирует его да Мамедова еще это красиво да действительно пробивала Диана сейчас после этой атаки продолжим Комиссарова острая подача на дальнюю штангу удар попытка удара от Тренькиной заблокирована дальше Мамедова Андреева заброс в направлении Чочиева здесь Касина ну и Цирульникова должна мяч забирать так и есть Шейкина разворачивается на Братко ну и нарушение со стороны Кристины здесь зафиксировано который не позволил все таки Енисею пробиться штрафной удар смотрим Козик бьет и мяч в воротах открыт счет в матче Енисей Чертанова 0-1 на 27 минуте Мария Козик первый мяч в этом сезоне и какое красиво здесь конечно был небольшой рикошет от стенки давайте смотреть повтор бьет Козик цепляет мяч кажется Татьяну Шейкину попадает в штангу и отскакивает в сетку здесь Цирульникова выручить команду не смогла очередина подача в штрафную Шейкина и удар с разворота Татьяны но сваливается мяч с ноги идет мимо и попытка сухой лист исполнить попытка неудачная и на этом первый тайм у нас завершен но есть 45 минут у красноярцев красноярок Солонович 29 номер и Алана Чочиева 21 Татьяна начинала матч на острие атаки потом все-таки чаще стали ему Морозова видеть она у него соответственно глубину отошла как-то сейчас тоже мы видим атака гостей завершается сейчас прострелом комиссаровой но неудачно сами чертановки забивали это было во втором туре в игре с локомотивом тогда Виктория Дубова закрутила мяч точно в ворота калкипера локомотива Миклашевич дальний удар в исполнении гостей сейчас середина борст Тренькина справа хорошая диагональ на Цирульникова здесь первая на мяче будет ну и собственно как раз таки один из фолов то и привел к забитому мячу а что сейчас дальний выстрел от Алены Андреевой что было неплохо в наборе очков в этом сезоне все-таки чертановая коллектив далеко не безнадежный вот еще один удар от Андреева сейчас чуть выше мяч прошел будет подавать заброс здесь Цирульникова кулаками играет не слишком осмотрительно вроде бы но дальше дальше нарушение вот хороший заброс на Абраменко борется Анастасия за мяч но здесь все-таки Бесолова действует безупречно право Шейкина включается хорошая может быть атака у Енисея Абраменко и блокирует Бесолова удар Анастасии сейчас контратака Чертанова и сейчас выход 1 на 1 опаснейший момент Цирульникова сохраняет интригу в этом матче Дубова только высшая на замену сейчас могла снимать все вопросы наверное относительно исхода этого матча чистейший выход 1 на 1 хорошая передача из глубины но Цирульникова здесь ногой отражает вот процент брака просто зашкаливает у нас Чертанова между тем в атаке и сейф Ангелины Цирульниковой мяч получает есть предложение в центре Ананьева подрабатывает Татьяна мяч и в итоге пробить забыла падение здесь без причин Солонович в штрафную входит пас во второй темп опаснейший момент и еще один упущенный шанс Чертанова в этой игре Кристина Комиссарова не попадает подает Ананьева во вратарскую мяч летит Пономарева смахивает за боковую выбили Ананьева еще одна подача мяч с ноги сваливается уходит за лицевую линию и в этот момент звучит финальный свисток Ксении Горячевой возвещающий о победе Чертанова в матче последнего тура женской футбольной суперлиги в Красноярске с минимальным счетом обыгран Енисей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok